Плановая операция. Доктор Гольцов занят профилактикой болезни главного пациента Платара и Титана. Из-за постоянной качки перетерся канат, который крепит парус. Надо срочно наложить бандаж. В удивительных, солнечных, почти курортных условиях. И хочется оказывать помощь. Международная экспедиция «Кантики-2» стартовала в Перу в ноябре 2015 года. В марте 2016-го два плота, выполненных по технологии древних инков, с 14 членами экипажа планировали вернуться обратно. Отважные ученые и искатели приключений хотели доказать, что еще до Колумба люди могли пересекать Тихий океан в западном и восточном направлениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Путешествие на плоту нелегкое во всех смыслах занятия. Тяжелый физический труд, лишение, сырость, холод. Правда, все на свежем морском воздухе. На полгода домом для десятка смельчаков стал плод из Бальсы. Весь распорядок дня кантиковцев крутился вокруг вахт. Утренний, двухдневных, вечерний и двухночных. С нуля часов до четырех – самое тяжелое. Собачья вахта. С четырех до восьми – рыбацкая. Каждые четыре часа новая пара заступала на дежурство. Пока один стоит у швертов на корме и непрерывно смотрит за парусом и компасом, второй работает с таким же «на носу», следя за состоянием паруса. Наш плод сравнили вообще, как назвал полуборисный милитарий кэмп, военный лагерь. У нас достаточно все строго было. Жизнь была на плоту поделена на вахты. Четыре часа вахты, четыре часа бодрствующая смена и четыре часа отдых. Тяжелые, намокшие гуары порой в одиночку двигать было непросто. А вот парус поднимали всей командой. Подъем паруса. Всякой зарядки. Зарядку еще думаешь, делать или нет. Парус поднимай. Просто надо. Каждое следующее поднятие паруса было тяжелее предыдущего, потому что мы слабели. Парус огромный. Это сто квадратных метров, которые встречают поток попутного ветра. Парус управляется четырьмя веревками. Тянешь за углы паруса, и он изменяет свой градус атаки. Таким образом, плод может слегка поворачивать. Скидок ни на возраст, ни на пол никому не делали. Важно было не упустить ветер. Моряк из меня скверный получился. Если бы я еще подольше побыл бы, поучаствовал бы в второй части, может из меня что-то получилось. Но так, на примитивном уровне, я освоил управление гаарами, научился держать курс. Подтягивать курс. Но опять же, это в команде. Мне очень нравилось нести в акту и держать курс. Это одно из моих любимых занятий. Я чувствовал полезность свою. Идешь под попутным ветром, строго определенным курсом, и вдруг попадаешь в какое-то океаническое течение, может быть длиной один километр, два, три, не знаю сколько. И в этот момент плод резко меняет свой угол движения к курсу. И ты начинаешь подтягивать парус, поднимать те или иные гуары для того, чтобы выправить этот плод. Он достаточно легко управляется, но только ты его выправил в нужное для тебя состояние, как ты вышел из этого океанического течения, и все происходит с точностью до наоборот. Размеры для судна, которому предстояло покорить океан, относительно скромные. 17 на 7 метров. 21 бревно лежат в два слоя поперек. И связаны только веревками, как у древних инков. В центре плота – каюта. По площади – обычный советский пансионат, около 20 квадратных метров. Каждый плод на длительное время стал домом для семерых членов экипажа. На него погрузили запасы еды и воды на два месяца личные вещи. На крыше – солнечные батареи. Четыре на Тупак Юпанке и восемь на Раи Титаны. Там было больше научного оборудования, поэтому и электричество требовалось больше. В первые же дни я понял, что никакая яхта по стабильности положения в воде не сравнится с плотом. Он настолько выдерживает микроволну, то есть он не шевелится практически, он никогда не окатывается водой. Разве что, если это ветровая волна, срезанная сильным ветром, она вспененная, и она может действительно снести с плота все, что на нем не закреплено. Но этот плот никогда не погружается под воду, он постоянно находится на воде. И в этом смысле было очень сложно снять высоту тех волн, которые нас окружали. Почему? Потому что мы практически всегда были на ее гребне. Любимое место экипажа, конечно, после кухни – каюта. Там можно было укрыться от ветра, дождя. Внутри довольно тесно, зато можно отдохнуть. Засыпали даже в шторм, когда плот подкидывало на несколько метров сначала вверх, а потом вниз. Помимо постели, здесь же капитанский столик с рацией. Оба плота постоянно поддерживали связь. Русские врачи консультировали Андрея Чеснокова с тупак Юпанки, чем лечить членов экипажа. Капитаны сверяли курс и обменивались новостями. А еще отсюда выходили в интернет. За экспедицией «Кантики-2» весь мир мог следить практически онлайн. Каждый день из Тихого океана в сеть улетали свежие записи и фотографии. Мы постоянно передавали научные сообщения. Ведь мы собирали огромный объем научных данных и три раза в день связывались с научными центрами, передавали различные сводки. В рамках этих сводок мы успевали передать и какие-то весточки родным и близким, и чаще всего какие-то посты для того, чтобы общественность, внимание которой действительно было приковано к этой экспедиции во всем мире, была информирована о том, что с нами все в порядке, и мы идем по океану вместе. Бытовые условия на тупак Юпанкира и Титаны были, конечно, спартанскими. Мылись на палубе, тут же брились, иногда стриглись. И стирали. Вещи сушили на канатах. Правда, в сырую погоду это было бесполезно. Сергей Гольцов таким образом долго полоскал свою подушку. Сам момент, когда ты достаешь эту футболку, прижимаешь ее сухую к лицу, к мокрому, промокшему насквозь телу, вот этот момент напоминал тебе о родных, близких и о твоем доме. Это позволяло насладиться этим моментом не для того, чтобы ее одеть сухую на себя, а для того, чтобы просто побыть с ней, с этой футболкой или с этой подушкой, которую я никак не мог просушить, потому что она не успевала за те короткие промежутки хорошей ясной погоды просохнуть. Лучше об этом забыть, смириться и не обращать на это внимания, потому что как бы не старался, как бы не пытался быть сухим, я все равно был мокрый. Потому что самая моя лучшая сухая одежда, которая вот меня удовлетворяла, она напоминала то белье, ту одежду, которую вот мы вытаскиваем из центрифуги. Вот это было так. И я, в общем, вообще страдал от этой сырости, но в конце концов я перестал на это обращать внимание. Днем незанятые на вахте кантиковцы могли посвятить время своим делам. Любимое развлечение всего экипажа – книги. Одни предпочитали электронные, другие, наоборот, исключительно бумажные носители. Библиотеку на плоту собрали приличную – книги на норвежском, английском и, конечно, русском. Читали все подряд – от женских романов до приключенческих рассказов. Хотя, казалось бы, куда уж увлекательнее, кругом сплошное приключение. Особенно, когда накатывает волна с трехэтажный дом в высоту. Чтение помогало справиться со страхом, с психологической адаптацией и с теми, собственно, проблемами, которые возникали на плоту. Надо отдать должное, что на плоту мы читали книги как раз о людях георгического склада, о других экспедициях, которые проходили в тех же самых широтах. Я читаю шведскую классику «Доктор Глаз». Это городской врач, который вынужден не только лечить окружающих от физических недугов, но и решать своеобразным способом проблему обратившейся пациентки. Здесь все – и счастье, и жизненные перипетии. Это книга о том, как мы принимаем решения. Есть две системы. Некоторые решения принимаются интуитивно, другие, наоборот, осознанно. Это очень любопытно. Были романы женские на английском языке, но это девочки считали. Была книга очень хорошая, медицинская, «Wild Medicine». Там были описаны буквально все случаи в мире, и как поступать, и как лечить, и как диагностировать всех неотложных состояний, которые могут возникнуть в путешествиях. Она, по-моему, весила килограмм 10 чудовищных размеров, очень тяжелая была, но мне очень нравилось ее читать. Все-таки самые большие открытия не соглашаются, а подсматриваются у природы. Как в данном случае, есть непреодобимое желание подсмотреть, что же таит внутри себя океан. Много времени отнимали исследования. Примитивные плоты, выполненные по технологиям до Колумбовой эпохи, на самом деле получились полноценными научными лабораториями. Руководитель проекта Таргей-Эрхигров заручился поддержкой нескольких крупных институтов. Они предоставили свое оборудование. Всеми работами в океане заведовал молодой ученый Педро. Самый трудоемкий эксперимент – спуск глубоководного аппарата. Тонкий кевларовый трос на палубе распутывали всей командой Раи Титаны. Техника из 21 века, но спускает ее старым проверенным дедовским методом. На спуск и подъем потратили все утро. Изрядно устали. Еще бы! Робот достиг глубины 2832 метра. Команда к этому погружению основательно подготовилась. Оборудование тоже было готово. Мы успешно провели глубоководное погружение робота. Позже в каюте океанограф Педро загрузил полученные данные в специальную программу. На плоту мы столкнулись с определенными трудностями. Мы должны все время соблюдать баланс. Какие и когда опыты проводить. Нужно успеть за световой день, иначе существует опасность потерять часть оборудования. Другая проблема связана с особенностями конструкции плота. Нам приходится пользоваться простейшим снаряжением. Например, наша лебедка сильно усложняет задачу по спуску оборудования на глубину. Научно-исследовательская программа «Кантики-2» впечатляет. Наблюдения вели сразу несколько аппаратов. Они были закреплены под днищем плота и на мачте. Измеряли погоду. Сведения тут же по интернету отправлялись на Землю. Определяли химический и биологический состав морской воды. Океанические лаборатории и сейчас бороздят просторы океана. Но этот плод не имеет мотора. Он не имеет вибраций. Он не имеет посторонних шумов. Он абсолютно, как щепка в океане, лишен каких-либо погрешностей, связанных с техническим использованием. И то оборудование, которое мы несли на борту, позволяло нам регистрировать параметры в их чистом виде. Петро слушает кита под водой. Океанские глубины просматривали и прослушивали в режиме онлайн. Главный вопрос — последствия изменений климата. Ведь повышение температуры воды в Тихом океане даже на десятые доли градуса влияет на климат всей планеты. Наши исследования очень важны. Хотя бы потому, что мы единственные здесь, кто имеет в своем арсенале такие измерительные приборы. Конечно, мы ограничены в возможностях, но точнее нас, допустим, о погоде в центре Тихого океана никто не скажет. Данные отсылаем поздно ночью. Это делает кто-нибудь из вахтенных. Сами эти исследования, они мне очень не нравились, потому что приходилось тратить часы для сборки вот этих анализов под холодным ветром в воде. Я очень мерз и страдал, и всегда оттягивал, и говорил с Иссией, может быть, завтра. Иногда у меня возникал вопрос, а почему мы все это делаем? Для чего эти исследования? Потому что, ну, кому они интересны? Ну, пройдет какой-то конгресс, там, ну, полторы тысячи участников, это им интересно. А ведь остальным миллиардам, как спускали в море нефтепродукты, так и спускают, как загрязняли, так и загрязняют. Это не только вода, а вообще нашу матушку Землю. Вот это больно. За 70 лет, которые прошли после первой экспедиции к Антике, Тихий океан стал значительно грязнее. Пластику в воде посвятили отдельные исследования. За плотами постоянно тянулись стралы, они ловили даже микроскопические частицы этого опасного продукта. Наши приборы фильтровали эту воду с фильтрами разного диаметра. Там 20 нанометров, 50 нанометров, 80 нанометров. И в этих фильтрах застревали фрагменты микропластика. Кантиковцы, чтобы не мусорить еще больше, договорились сразу. Органические отходы за борт, остальное в пустые бутылки. Их потом рассчитывали забрать с собой на землю. Работы участникам экипажа подкидывал и океан. После очередного шторма вся команда выходила восстанавливать палубу. Пятишестиметровые волны напрочь разбивали бамбуковые настилы. Собрать их потом — нелегкий труд. Каждая половинка связана со следующей. Веревки, которые использовали на берегу, в соленой воде довольно быстро пришли в негодность. В океане бамбук связывали уже прочной синтетической ниткой. Часто работали по колено, а то и по пояс в воде. На обстоятельный ремонт одного настила уходило по три часа. Учитывая, что их на плоту изначально было 30, каждый шторм еще долго напоминал о себе. Несколько раз приходилось штопать парус — это уже порывы ветра. От починки одежды процедура отличается не очень сильно, но игла впечатляет. Ее сквозь парусину протаскивали плоскогубцами. Нет, сначала накладываешь, а потом... Когда ты не на вахте, ты все равно что-то делаешь. Или вяжешь веревочки, обшиваешь их, канаты обшиваешь, протягиваешь такелаж. То есть тот, кто на вахте, он, понятное дело, несет вахту, а остальные, они работают. Чтобы отвлечься, участники экспедиции развлекали себя как могли. На Раи Титаны вспомнили старые скандинавские игры. В этой, к примеру, нужно увернуться от мешка противника. Глаза завязаны, бьют, ориентируясь на голос. Предусмотрительно, орудия сделали облегченными, иначе последствия пришлось бы устранять доктору Гольцову. Натабина на голос. тем временем музицировали. На плотах у каждого была своя музыка. В плеерах, телефонах вкусы и предпочтения самые разные. Но песня Киана была одна на всех. День ото дня она менялась. Иногда едва слышный плеск волн в штиль. Но чаще грозная свежащим ветром и бурлящей водой. Отличное напоминание искателям приключений и авантюристам, играм в океане не место. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»